Привет-привет! Сегодня я вам хочу рассказать о своих покупках для скрабукинга с сайта Алиэкспресс. Прежде всего это вот такие шифоновые цветочки. Их я заказала в нескольких оттенках. Вот такой холодный розовый, молочный, теплый розовый, светло-голубой, где-то еще беленькие были. Эти цветы я часто использую в своих работах. Отрезаю буквально по одному-два лепесточка и добавляю в композиции для создания дополнительного объема. Раз уж мы заговорили о кружеве, сложно найти где-то больший выбор хлопкового кружева, чем на Алиэкспресс. Это и вот такое бежевое, и белое, и молочное, самых разнообразных дизайнов и ширины. Также я заказываю вот такие вот розочки шифоновые на сетке. Здесь у меня их только два оттенка, как видите. Но вообще я их заказала больше, есть еще белый, сиреневый. Их я также часто использую, потому что они невероятно изящные и воздушные. Вот такие вот цветочки. Это небезызвестная реплика Прима. Их многие используют в своих работах, поэтому ничего особенного про них я добавить не могу. Давненько заказывала вот такие веточки. У меня уже остатки. Ими хорошо задавать направление композиции. Но, к сожалению, на них я ссылку вам оставить не могу, потому что они закончились. Однако, при желании, я думаю, их легко можно найти. Не так давно мне пришла аквакисть. Она у меня в размере М. Хорошая кисть, отлично держит воду, хорошо растушевывает. И сама кисточка тоже хорошего качества. У нее такой достаточно плотный и упругий ворс. И она не растрепливается при использовании. Покажу вам еще вот такие вот кабошонные акриловые. В магазине огромнейший выбор, но я заказала только двух видах. Одни у меня с черно-белым рисунком, другие с цветными. Качество у них средненькое. То есть, мало того, что обрезаны картинки не очень ровно, но это, в принципе, можно исправить с помощью маникюрных ножниц. Так еще и качество печати не очень хорошее. То есть, на некоторых четкое, а на некоторых смазанное. И вот с этим уже ничего не поделаешь. Первый раз я заказала вот такие вот цветы. Они из ткани. Не сказать тоже, что они хорошего качества. Такого средненького достаточно. Но если их разобрать, отдельно вот эти лепесточки и вот эти серединки симпатичные, то думаю, что в работе они будут смотреться достойно. У меня вот такие бирюзовые, желтые, молочные и ярко-розовые. В наборе их по 6 штук. Вот такие вот дотсы еще недавно мне пришли. Вот эти я даже не использовала. Мне они очень понравились внешне. Такие прямо нежнейшие цвета. И к тому же они полупрозрачные, с мелким шиммером внутри. А вот этот набор у меня довольно-таки давно. Их я активно использую. Набор этот мне понравился. Здесь помимо очень чистых таких цветов, есть цвета сложные. Поэтому можно подобрать практически к любому вашему творению. Вот такие вот маленькие конвертики. Они винтажные, очень миленькие. Конечно, ничего большого в них положить нельзя. Но какую-нибудь записочку или тыжик вполне. Давайте поговорим немного о ножах. Первый нож мне пришел вот такой. Его качеством я очень довольна. Чистая вырубка с первого раза. И чистится он тоже хорошо. Достаточно просто постучать и все конфетти из него вылетает на ура. Второй нож. Вот такая салфеточка. Пожалуй, всех ножей с Алиэкспресса этот мне понравился меньше. Потому что чисто прорубает он только со второго раза. Однако, если не придираться и принимать во внимание его цену, это все-таки хороший нож. Потому что есть производители гораздо более высокой ценовой категории, у которых тоже нож вырубают только со второго раза. Затем вот такие вот стилизованные розочки. Этот набор мне очень-очень понравился. Я им часто уже пользовалась. Потому что у них интересный дизайн. Такие, смотрите, розочки не розочки. Аробиты не аробиты. На самом деле, самый большой нож дает вот такой негатив. Но если его вырезать маникюрными ножницами, то вполне можно получить вот такую розочку побольше. И, наконец, вот такой нож. Качество его очень хорошее. Получается классная вырубка с симпатичной отстрочкой. Однако, он небольшого размера. Если вы захотите сделать основу для открытки, то это будет совсем небольшая открытка. Максимальный размер 7,6 на 10,3. Также хочу вам показать еще штампы. Это вот такой набор круги от строчка. Они меня удивили и порадовали качеством оттиска. И вот такие вот домики. Мало того, что они сами по себе прикольные, особенно в раскрашенном виде, так еще и качество штампов очень хорошее. Они отлично держатся на акриловом блоке, и оттиск у них тоже четкий. Еще не показала вам покупки из одного магазина. Это так называемые металлические телеграни. Я заказывала в магазине, где они продаются сразу в большом количестве. Это мой хомяк уже не дремал. И теперь я ими обеспечена надолго. Вот такие вот уголки. Еще уголки немножко другого дизайна. Качество всех металлюшек очень хорошее. Нет никаких ни наплывов, ни какого-то другого брака. Большие кружки. Квадратики. Этих вообще даже не представляю, сколько в упаковке. Очень много. Вот такие достаточно тяжеленькие и плотные бусины. Застежки для блокнотов. Еще их использую для браслетов, насколько я знаю. Ну, скрапи для блокнотов. Они сразу дойдут в комплект. В бронзовом цвете. И еще должны быть беленькие. Да, вот беленькие. Эти немного другого дизайна, но тоже очень симпатичные. Большие овальные. очень красивые. Маленькие круглые. Чуть потемнее, чем большие, мне кажется. И совсем маленькие-маленькие уголочки. Я не знаю, где были мои глаза, когда я их заказывала. Ну, конечно, куда-нибудь я все равно их применю. Допустим, может быть, на обложку для паспорта они пойдут. Видите? Совсем миниатюрные. Также в этом магазине я заказала бусины. Правда, не знаю, куда, но они меня поразили своим цветом и блеском, что я не устояла. Видите? Такой фиолетовый, сизый, серый какой-то. Очень красивый оттенок. Обязательно куда-нибудь их приспособлю. Ну, вот, в общем-то, и все, что я вам хотела сегодня показать. Под видео я прикреплю ссылки. Если у вас возникли какие-то вопросы, пишите в комментариях. Я с удовольствием отвечу. До скорых встреч. Пока-пока.